Далее эфир продолжит наша постоянная рубрика «Губерния. Все 20 лет». И сегодня Вячеслав Коренев расскажет, что же интересного произошло 22 октября в разные годы. Слава, здравствуй. Добрый день. В этот день, в 99-м году, в Хабаровске была презентация проекта «Тоннеля на остров Сахалин». 99-й год. Сейчас 2017-й. А сейчас проект «Мост Тана Сахалин». Ну, тоже переход. Если не передумают, то, возможно, мост Сахалин когда-нибудь и построят. В 2005-м году, в этот день, вышло новое оформление программы «Утро с губернией». На тот момент новое оформление. Да. Потому что до этого была у нас студия еще сплетенная из стеблей нашими операторами. После этого вышла такая крутая студия, произвело феррор. И в этот же день, в 2014-м году, эта программа «Утро с губернией» вошла в финал конкурса «Тэфи-регио». Замечательно. А тем более, что все мы знаем, что октябрь – это как раз то самое время, когда вручают премии «Тэфи-регио». Ну да. И не менее приятное для нас событие 22 октября. В тот же день, 4 года назад, специальный репортаж Виталины Кондрахиной, корреспондента губернии, был признан лучшим в стране. Новости губернии до этого трижды завоевывали гран-при конкурса «Тэфи-регион». Но в номинации «Лучшая репортерская работа» нам удалось тогда победить впервые. Перед жителями поселка Уссурийского встал выбор, где поставить точку. Все 11 многоквартирных и большинство частных домов признаны непригодными для проживания. Победа губернии была двойной. Тогда же, по результатам замеров телесмотрения, наш телеканал оказался самым популярным региональным телевидением России и собственным программированием. Эту позицию губерния не уступает до сих пор. Что касается специального репортажа, победившего в конкурсе «Тэфи-регион», то он был посвящен людям, чьи дома затопило во время паводка. Вот она вот досюда дошла, короче. Лодки вот здесь болтались. На лодке вот так залазили. Честное слово. Тема была горячей, настолько горячей, что никто не знал ответа на вопрос, нужно оставаться или нужно уходить. И нам нужно было самим попытаться разобраться и найти ответ, ну хотя бы какой-то. Даже мы внутри небольшого коллектива, мы очень сильно спорили, уйти этим людям или все же остаться. И еще одно знаменательное для нас событие 22 октября. В 2009 году к нам в губернию пришла Патрисия Каас. Причем тогда редакция губерния была в доме радио, и любимой французской певицей всех россиян пришлось изрядно померзнуть на площади славы. Как и положено настоящей звезде, Патрисия Каас не обратила на неудобство пребывания в Хабаровске никакого внимания. Она гостила в губернии полтора часа, дала подробное интервью, и все это время у нее под ногами крутилась ее любимая собака, по виду напоминающая Хабаровского двортерьера. Другие подробности жизни Хабаровского края в продолжении проекта «Губерния все 20 лет», но уже завтра.